Так, ну а мы начнем с вами наш семинар, то есть рекламентированный кадровый учет, то есть в нашей программе зарплата управления персоналом. Ну а зовут меня Жукова Татьяна Борисовна, если кто со мной впервые просто работает. Наш центр, он существует достаточно давно, то есть мы существуем уже более 27 лет. Если кто со мной впервые просто встречается в нашем центре специалист, это для информации, то есть работают у нас больше 250 преподавателей. У нас есть несколько форматов обучения, сразу об этом вам просто скажу, то есть есть очно-заочное, но я бы всегда хотела, чтобы вы помнили, что сам курс сокращается в три раза. То есть я понимаю, что вы обращаете внимание на скидку 40%, но тем не менее. Есть очень замечательная форма, мои группы, они 16-го года попали, это открытое обучение. Это в основном сам принцип, вы сидите за двумя компьютерами, вот как вот у меня два компьютера по одному компьютеру, вы служите за бездневной просто группой очной, а по-другому делаете все то же самое, то есть что творится в аудитории. Поэтому на это не надо сильно бояться, в аудитории, да, несколько курсов, но преподаватель всегда внутри, то есть у вашего кабинета, и поэтому она всегда вам поможет, то есть если необходимо. Ну и так несколько, то есть элементов. То есть у меня высшее экономическое образование, да, я в основном занималась, то есть бухгалтерским учетом, но я занималась как раз кадровым делопроизводством, педагогик, я работаю уже более 16 лет. Это в основном было высшее звено, где как раз я вела, то есть кадровое делопроизводство с применением компьютерной технологии. Ну а специалист я работаю с 2009 года, и ваше направление я веду уже седьмой год. То есть поэтому кто со мной уже работал, то есть они прекрасно, то есть знают, то есть как, то есть проходят занятия. Наш семинар всего один час, то есть я хочу просто познакомить вас с программой зарплаты управления персонала. Сразу скажу, то есть монитор надо, то есть мощный для того, чтобы кто присутствовал и кто видел. То есть программа на первом этапе, она очень сильно зависает. Поэтому в этом плане, конечно, чтобы она у вас не зависала, то есть, естественно, нужно, чтобы был мощный ваш компьютер. В основном, то есть именно предназначено для кадрового, наверное, делопроизводства для подготовки специалистов. Но так как в группах присутствуют уже, то есть объединенные варианты, я, конечно, против. Вы можете своим работодателям сказать, что я против. То есть того плана, что когда объединяет кадровый учет, вместе зарплата в одно целое. А в последней группе, просто в 2018 году это идет просто сплошным потоком. И в этом плане это нельзя делать. И наша с вами работа, она очень объемная. И работа бухгалтера расчетной группы тоже очень объемная. И в одном человеке, то есть именно, конечно, сокращение численности ради этого, я считаю, что не стоит этого делать. Сам курс, он идет просто 16 часов. Есть самостоятельная работа, которую вы делаете вне, то есть именно занятий. Поэтому можете просто это использовать. Ну, а я немножко вам охарактеризую, что изучается в курсе, кто еще не использовал этот момент. Вы начинаете с пустой базы. Вы начинаете настраивать просто параметры учета, подразделения, должности, графики работы. То есть которая, то есть у меня сейчас на экране это есть и на сайте, в том числе и для совместителей. А потом переходите в штатное расписание, которое немножко так, я бы назвала его проблемным. То есть и первое штатное расписание, сразу скажу, чтобы оно у вас было в идеале. Я просто вам советую. А потом уже можно сделать коррективы. Я здесь вам покажу, как можно исправить и дойти до строчки. И вы как раз увидите, что мы будем работать в заполненной базе. Как только вы штатное расписание сделали или внесли какие-то изменения, вы переходите в приемную работу, потом кадровые переводы, совмещение, увольнение, как бы курс это содержит. Затем договора подряда, график отпусков, то есть ежегодные переносы отпусков, учебные отпуска вы проходите, отпуск по уходу за ребенком, без сохранения зарплаты, командировки, неявки, больничные листы, приказы выходные, праздничные, сверхурочные, отбулы и воинский учет. Ну, вот такой насыщенный, наверное, курс. Но цель курса, конечно, познакомить вас с программой в большей степени, что вы ее использовали в кадровом делопроизводстве. Ну, целевая аудитория, опять же, я бы сказала, для всех, потому что без кадрового учета мы не сможем начислять просто с вами зарплату, поэтому это считается основной, первый этап, наверное. В основном мне нужны от вас, конечно, и большие знания обычно в курсе кадровой работы, то есть, в которой вы проходите теоретическое направление. С точки зрения Excel, я бы сказала, то есть, это для меня не нужно, поэтому в 1С, поэтому в работе, конечно, это необходимый вариант. Куда бы я вам посоветовала в будущем, это вот работа с отчетами, хотя в программе немножко курса показываю, как строить произвольные отчеты. Но я вам советую, вот, если кто уже был на этих курсах, все-таки не забывайте, вот есть курс у Лены Валерины Гречко открытый в 2017 году, но он как бы не состоялся у нас. Это оплата труда иностранных работников. Иностранные работники у нас с вами очень много присутствуют в штате, и поэтому я бы хотела, чтобы вы просто со всех групп просто организовались в одно целое, и появилась какая-то определенная одна группа. Но остальные направления, это просто идет теоретические элементы, поэтому не забывайте, где вы находитесь, именно на сайте, это вот я стрелочку вам направила, вот сейчас вам именно показываю. В основном приобретаемые навыки вы, проходя курс, то есть вы полностью осваиваете, я не буду долго здесь задерживаться. И, то есть вот я вас приглашаю, как бы, свои группы, чтобы в конце вы пока, то есть все, то есть сейчас наличие у меня здесь присутствуете. Вот группа открытого обучения, она будет у меня с понедельника, 3 декабря, то есть в основном у нас 16 часов, прогноз очень хороший, вы можете, то есть любые дни, но последний запуск может оказаться у вас только 5 декабря, если кто-то запланирует. Очная группа, это вот следующую субботу, если вы даже сегодня закончили у меня теоретический курс, я вас как раз приглашаю 8 декабря в субботу в очную группу, и еще одна в этом году будет очная группа, у меня 23 декабря, она будет по воскресеньям. Ну и заканчивается она, конечно, 30 декабря, поэтому или суббота, или воскресенье на ваш выбор. Затем группа открытого обучения будет 15 января, моя группа, я имею в виду. Плюс, если вы хотите в прогнозе узнать, когда там следующие группы будут 6 февраля, то есть именно группа будет у открытого, то есть очного обучения, и вы можете просто это использовать. В конце курса вам предоставляют, просто выдают удостоверение повышения квалификации, или свидетельство, или справку, в зависимости от ваших просто документов. Ну, это с точки зрения просто нашей с вами презентации. Я буду вам показывать именно в полной базе, то есть та группа, которая закончилась буквально недавно в ноябре, то есть чтобы вы могли, ну, чтобы нам сократить просто время на это. Я покажу просто алгоритм, кто впервые с этим сталкивается. Первоначально, если вы работаете в программе, нужно, конечно, я бы хотела, чтобы вы проверили свою базу. Это вот раздел «Настройка», «Кадровый учет». Просто вы ее должны открывать, я не буду печатную форму открывать, так как программа, то есть она зависает, потому что она здесь одна строчка была только. А так в основном просматриваете, что вам нужно именно посмотреть, может быть, что-то, то есть доставить какие-то настройки. Может, начать надо с настройки. Настройка штатного расписания, то есть тоже открываете, проверяете, все ли у вас настройки были включены просто в вашу базу. Если вы заносили, не вы первые. Но я вам советую, чтобы настройки прошли ваши бухгалтера расчетной группы, когда вы ее покупаете, чтобы они полностью включили ваши все настройки. Почему я об этом говорю? Потому что настройки все находятся в зарплате. А если в группах, допустим, у вас полные права, а в практике у вас ограниченные права, и вы не сможете настройки просто все пройти, или тогда администратору, или расчетной группы бухгалтери, чтобы они выставили, то есть вам настройки. Потому что это находится в расчете зарплаты. И вот даже в том плане, чтобы заработала ссылка настройка штатного расписания, вам нужна галочка «Обязательно», что вы используете программу для расчета зарплаты. Если она у вас не работает, это от этого зависит. Затем вот с точки зрения бухгалтеров, если вы делаете индексацию штатного расписания, вам нужна строчка «Индексация заработка». Документ появится только с этой строки, с первой. Как только галочка будет проставлена, вы сможете сделать индексацию штатного расписания. Для того, чтобы сделать договор КПХ, то есть нужно проставить галочку, видите, регистрируется по договорам. Или мы этот договор с вами просто не найдем. Еще один элемент в расчете зарплаты – это вот настройка состава начисления. Сразу их вам покажу. Ну, допустим, вот вариант. И если, допустим, галочка не стоит, вы не сможете вот ни ночные, то есть ни проставить, ни сверхурочные, это от этого зависит. Как только она проставлена, сразу появляются все документы просто в байсе. По отпускам здесь вот предоставляется учебная отпуска, отпуска без оплаты. Ну, вот так как вот в последнем письме от слушателя ко мне, то есть был такой нюанс, что сотрудник работал, я сразу просто скажу, я думаю, что вы все равно поймете. То есть именно в ночное время, ну, то есть у них график был с 9 до 9, 9 вечера до 9 утра. То есть, естественно, он написал заявление, что в одну смену он не работает. Тогда вот этот элемент, потому что в курсе это не используется, я просто по ее вопросу, то есть вам просто сразу скажу, нужно использовать внутри смены. Тогда программа правильно вам отразит просто все в зарплате. Это с этим связано. Ну, если кому-то для информации. Учет отсутствия здесь, вон, видите, есть прогулы, отгулы, командировки, с этим связаны документы. Материальная помощь, прочие начисления, видите, здесь и вредные условия, выходные, праздничные, доплаты все, которые вы применяете, все используется в расчете зарплаты и удержания. Поэтому тогда, если вы видите, какой-то документ у вас отсутствует, то есть тогда все всегда помните, что вам необходимо, то есть элемент, то есть расчет зарплаты, обязательно, то есть именно, если настройка не включена, документов вы не найдете в базе, они будут отсутствовать, вы не сможете сделать у меня определенный просто документ. А затем идите просто по порядку. Настройка, реквизиты организации. Просто вот как в то курсе уже был, то есть принцип такой же. Ну, вот для информации сразу скажу, то есть если у вас есть филиалы, у нас часто присутствует, очень много есть обособленных подразделений. Поэтому всегда помните, как только завели организацию, говорите, у организации есть филиалы, то есть именно, но с этого момента, то есть как только вы ей сказали, вам нужно сам филиал занести или обособленное. И поэтому настройка, добавить организацию через эту салфу. Вы идете, и как только она откроет окно вам, вы говорите, это обособленное подразделение. Вот здесь галочку внизу надо поставить. То есть название заполняете, говорите, это обособлено. Это вот те нюансы, которые вам нужны будут в практике, потому что в курсе, конечно, этому не проходим. Затем, где адреса телефона, всегда используйте адресный классификатор, поэтому кнопочку выбора открыли, открыли, прям, то есть вручную набираете МОС, здесь классификатор загружен, выбрали, она вам все занесет. Не идите, может, я часто вижу, что вы идете через выбор, а это, я считаю, неправильно, должны, то есть она сама должна вам выбрать. Не всегда вот эта ссылочка у вас видно, просто в программе, именно в лицензионных, это вот в курсе, она видно, видите, фиас написано. А в практике, когда вы работаете, она может отсутствовать, просто используйте. Набрали любой город, если она, то есть вам открывает, значит, он точно там присутствует, потому что в последних релизах он уже есть, обязательно. Потом, то есть идете дальше, коды, я думаю, что вы мне все равно не заносите, хотя в курсе, то есть они будут занесены у нас, это бухгалтера занимается, фонды обязательно, и не забывайте закладку ИДО, потому что вы тоже отправляете по телекоммуникационным связям, поэтому ее нужно настроить, обязательно, не забывайте этот элемент. И последнее, то, что скажу, вот то, что связано с ответственными лицами, у меня, конечно, в базе сейчас это все заполнено, но если вы видите, что в печатной должно быть, вот так, должен быть. Так, теперь вы смотрите, если в печатной форме у вас отсутствуют расшифровки, связана закладка учетная политика, ответственные лица, всегда помните об этом, нужно ее просто проверить, то есть и заполнить, то есть с какого момента должностные лица у вас, то есть приняты на работу, с этого момента появится расшифровка. Если вдруг какое-то должностное лицо, ответственное лицо, то есть, допустим, уволилась, нового приняли, да, сотрудника, тогда вот эта история изменения вам нужна. Вы просто в ссылочку в эту заходите, говорите, добавите, с того момента, как только вы его приняли на работу, он у вас здесь обязательно появится. Это ответственные лица. Затем, то есть у нас с вами следующий элемент после организации, это подразделение, и вы его заводите. Единственное, сразу скажу, как только вы работаете с базой, не забывайте, ваш элемент показывать новый, вы должны ее включить, и тогда, то есть она будет, то есть у вас просто применяться, только в этом случае. Может, бывает так, что предыдущий кадровый сотрудник он занес, то есть именно новый подразделение, но не использовала нигде. А если галочка не будет включена, вы не сможете его найти просто. И вы можете еще раз занести, и будет просто ошибки. Затем вот настройка, дальше, следующий ваш этап, это должности. В должностях есть один минус, который обычно в группах я стараюсь им всегда просто говорить слушателям. Ну, если кто не был, то сейчас скажу. Вот по отбору КПДР, здесь есть все классификаторы. Вы просто, когда заходите, то есть нужно использовать кнопочку список. Выделяете наименование, то есть и выбираете тот элемент, который вам нужен. Ну, вот я сейчас выберу, он автоматчик, где там есть у нас где-то вот. То есть вы просто быстрым поиском его набираете, она, он, видите, вверху-внизу находит эту строчку, и вы его просто выбираете. Он превращается вот так, серый цвет у вас. То есть я бы хотела, чтобы вы запрет себе, потому что в курсе это проще, я могу обновить всегда базу. Ни в коем случае выбрать, не нажимать в должностях классификатор. Загрузить все, не нажимать, ни в коем случае. Даже кнопку на клавиатуре Enter вы не нажимаете, или она вам выберет весь классификатор, который вам не нужен. Поэтому старайтесь в должностях очень-очень аккуратно. Только мышкой, левой кнопкой мышки двойным щелушком. Все. Это происходит только в должностях классификатора. Больше нигде. Но если присутствует, допустим, название, то есть должности, она у вас не соответствует классификатору, бывают такие случаи. Допустим, выбрали, зашли, исправили, как он у вас называется. Другой вариант можно через кнопку создать. Но тогда нужно будет использовать именно приказ, может, я всегда за то, что вы себя страховали от проверяющих. Нужно указать коды, потому что в последних релизах здесь строчка есть, код по КТПДР. Тогда в приказе хотя бы пропишите, что там у вас первые, допустим, четыре нуля и денечка, такие-то, то есть вы завели просто классификатор именно в должностях, чтобы они хотя бы в приказе у вас были, если возникнут вопросы. Это тоже касается должностей. После того, как должности мы с вами занесли, то есть вы идете, то есть последнее, то есть в настройке это графики работы сотрудников, в графиках работы. Пятидневку я не буду открывать, и шестидневку, они такие целенаправленные, давайте вот такие сложные открою. Я вам два через два, вот особенно для продавцов, или вот действительно сотрудник работает два через два, название, заполнили вверху, и идете использовать свойства графика. Но только не забывайте, все сменные графики в 3.1 это по циклам произвольной длины. Если как бы просто график это идет по дням недели, пятидневка, видите, вверху шестидневка, то это от этого зависит. Если вы запуете, видите, суммированного у вас нет, ну, допустим, вы идете в программу, уже заносите график, а суммированное отсутствует, я могу вам сразу сказать, виновата, то есть ваша настройка, если его нет. Значит, идете на стройки, как я вам показала в начале, то есть расчет зарплаты, открываете, то есть и ставите, то есть именно переработку, то есть именно по суммированному рабочему, то есть все поставлено, она вот здесь появится у вас сразу. Заполняется он вручную. И всегда помните, если вот вы пустые, я вот специально сейчас удалю пустые строчки и скажу вам окей, если вот вы, что программу не сделала, она мне поставила каждый день по 11 часов. И получится, что у меня мой сотрудник будет работать каждый день по 11 часов. А поэтому не забывайте, если два через два в программе должны показать, что у нее есть, то есть выходные дни. Я вот добавляю, выводите, вы его, допустим, как-то у меня 3 января, и скажете окей. Видите, она мне поставит, то есть два через два, да, сразу. Надо распечатать вверху график работы, открываете, то есть его в печатной форме отдаете вашему сотруднику. Все, он получил, он будет уже знать, когда он будет у вас работать. То есть поэтому, то есть все элементы можете просто отсюда использовать. Самое сложное, да. То есть с понедельника по пятницу, то есть вы имеете в виду, вам лучше тогда индивидуальный график составить. То есть, может, это будет за год. И тогда вам нужно, то есть будет тогда с понедельника по пятницу пять строчек точно ставить, как он у вас будет работать, и потом смотреть, то есть как он будет у вас работать на выходные дни. То есть поэтому лучше индивидуальный. Просто для таких категорий, сотрудников. Ну, других вариантов просто здесь нет. Визите годовой. Ну, самое сложное, это вот сутки трое. Самый сложный элемент. То есть, поэтому в этом плане всегда помните, я бы хотела, чтобы вы помнили, с момента, как он вступил, то есть, допустим, на работу, до 22 часов, это считается дневные часы. С 22 до 00 часов, это ночные часы всегда. Потом вы должны 00 часов, вот до 6 утра, вот как-то у меня, 6 часов поставить, или 5 часов, если там есть перерыв у него, то есть на обеденный перерыв. И потом 6 до 00, до скольки он у вас работает, там до 8, до 9, поставить дневные ему часы. Но в этот день он уйдет у вас с работы, уйдет с работы. И поэтому, то есть, у него уже будет считаться выходные, у него уже сутки трое называется, а он в этот день уже у меня 8 утра, допустим, ушел с работы, и у него выходные считаются, как отцепной. И я добавляю, видите, только две строчки. Поэтому нужно будет просто посмотреть, и обязательно смотрите, когда вы выводите его на работу. из файла какого, вот они, то есть. Ну, из файла, то есть тогда используйте кнопочку еще, то есть именно, и загружаете, то есть вот где у вас есть, записать есть, то есть конкретно. И вы просто можете его загрузить, если необходимо, где-то в компьютере у вас есть. Это у нас графики. А потом, то есть вы идете, то есть именно в штатное наше расписание, которое не зря вам сказали, что оно у вас проблемное. Кадры, штатное расписание. Если до этого в базе, в базе до этого у вас, допустим, кто-то уже заполнял штатное расписание, тогда просто, когда вы заходите в него, вправо идете. Документы, изменившие штатное расписание. И смотрите, что у вас есть заполненное в базе. Если вам нужно что-то исправить, что-то исправить, тогда я вам просто советую, допустим, вашу верхнюю строчку, вот если вы зайдете в первую, вы не сможете ставить, видите, она вам говорит, запрет на редактирование. И вы не сможете здесь ничего исправить. Если какая-то строка исправляется, просто путь я вам просто покажу здесь. Вы должны нижние строчки все отменить. Вот все абсолютно. Вот все абсолютно. Ну, они меня будут блокировать, потому что у меня уже используются в базе. А так вот через отменить проведение, дойти до той строчки, которую, ну, вот здесь она отменяла, ладно, очень хорошо. Нужно отменить, то есть, вот здесь уже не хочет отменять. И дойти до той строчки, которая вам нужна, но, которую вы будете исправлять, лучше всего ее тоже отменить проведение. И прям зайдете в эту строчку, в эту же строчку, ну, просто я его не использовала, поэтому он мне разрешил, потому что остальные-то использованные документы в базе уже. И то есть, можете тогда уже корректировать. И скажете, провести и закрыть. И она уже все документы проведет. Если как бы нужно что-то исправить, тогда, то есть, вот такой вариант. Или делайте изменение штатного расписания. На первой страничке у вас будет всегда последнее, последнее штатное расписание. Можно здесь и распечатать. Можно распечатать. Видите, здесь и штатное расписание. Последнее она будет создавать. Можно отсюда, можно и самого документа. Или вариант, то есть, кадровые отчеты. То есть, поэтому штатное расписание можно построить отсюда. Можно, ну, вот я сразу покажу, просто чтобы вы знали документы, изменившие. Вот штатное расписание. Вот если вы отсюда идете, из печатной формы, здесь штатное расписание присваивает номер. Видите дату. А если вы пойдете из кадровых отчетов, вот кадры я зайду, кадровые отчеты и спущусь, то есть именно где у меня штатное расписание Т3, то есть поставлю, допустим, 1 января, какую дату мне нужно сформировать, она мне не будет номер писать. И вам придется просто на печатной форме уже корректировать. Как корректируется любая печатная форма? Просто идете кнопочку «Еще», самый быстрый путь, таблица, редактирование. И все, что вам нужно, вы можете уже здесь редактировать на печати. Нужно 3.1, она имеет превосходство просто. То есть вы можете здесь же, вот видите дискетка, здесь и сохранить, если вам нужно в компьютер. Видите, она мне компьютер открыла. Нужно кому-то печатную форму, это любой документ так можно построить. Можете просто открыть вот конвертик, то есть именно конверта желтого. То есть и отправить сейчас, допустим, вам нужно, она открывает вам именно направление, кому отправить вашу печатную форму. И вы можете просто использовать. Ну вот только старайтесь, первое штатное, чтобы было в идеале. Потом вы можете сделать изменение штатного расписания. Если одна позиция меняется независимо, там часы, оклады, тогда изменить текущее штатное расписание через путь. Если несколько штатных, то есть штатных единиц меняется, тогда лучше через утверждение нового штатного расписания. Просто вы его тогда открываете. Ну вот сейчас попытаемся. Открываете вашу строчку, которая вам необходима, и меняете. То есть она выделит вам синим шрифтом. Ну давайте вот испытаем, попробуем, если она мне проведет. Вот видите, она синим шрифтом мне сделала. То есть и строчка у меня будет синего шрифта. Видите? И, соответственно, то есть она будет, здесь можно и распечатать штатно, и здесь же приказ. Потому что тройка в этом, ну может быть, в каком-то элементе, то есть плюс она имеет в этом плане. После штатного расписания вы идете в приемы на работу, но прием на работу я вам просто советую. Вы идите через кадры сотрудники. Через этот элемент надо пойти. Через сотрудников обязательно. И скажите, будьте говорить, через кнопочку создать. А я просто открою, вот более полнее мы на курсе заполняем нашего руководителя. И я просто вот открою именно нашего руководителя Иванов в данном случае. Вы заполняете полную фамилию, дату рождения, дату приема на работу, это чуть попозже. Но дату приема, вот как только заполнили дату рождения, то есть ННС, НИЛС, вверх идете, оформить документы, там будет строчка прием на работу. То есть она у меня сейчас отсутствует, потому что он уже принят на работу. То есть как только, если вы вышли из этого документа, допустим, вышли из документа, и вдруг вспомнили, что вам нужно что-то исправить. Так вот все исправления не через сотрудника делаются, а кадры приема, перевода, увольнение. Через этот путь идете просто. Открываете вашего конкретного сотрудника, то есть исправляете то, что необходимо. Ну вот если у меня был открыт прием на работу, я попала бы вот в этот документ. И здесь сразу то есть смотрите, а что мне надо исправить? Оплата труда, допустим, вариант. Трудовой договор. Смотрите по закладочкам серым. Единственное, вариант бывает так, что очень быстро надо все исправить, то есть времени, допустим, не хватает для начисления зарплаты. Поэтому помните, все исправления по окладам, вот здесь вы ничего не исправите. Вот я сейчас набираю цифру, она мне ничего не исправит. Все исправления, оплата труда, вот здесь. Но в табличке, не вверху вот здесь фото, а таблице. Вот я сейчас специально вам напишу вот здесь в 70, и она мне одновременно и в главной 70. Видите, поставил. Поэтому помните, если нужно где-то срочно, но штатное расписание будет не соблюдаться. То есть она скажет, что у вас не соблюдается штатное расписание. Если нужно срочно какую-то информацию бухгалтерам отдать, ну, можно вот этот путь использовать, допустим. Начисления не попадут, а потом уже будете искать, где у вас в штатном расписании есть неточности, что программа не соединяет. Потому что при приеме на работу она у вас будет контролировать штатное расписание. Правильно ли вы там все заполнили? Поэтому всегда помните. А после того, как вы прием на работу сделали, она будет контролировать у вас прием на работу. И с этого момента, то есть, если допомните, любой документ идет именно отсюда. Допустим, ваш сотрудник поменял подразделение. Прям вот, то есть, идете его, ну, давайте вот сначала создать, находите кадровый перевод, как обычно. Я просто открою документ ваш. То есть, и вы начинаете использовать здесь. Если меняется отпуск, галочку «Изменить отпуск». Меняется график, галочку поставили, то есть, что он поменяет график, вы ему измените. Допустим, вид занятости, значит, все от этого зависит, от ваших галочек, которые вы будете проставлять. А так, если перевести на другое, только подразделение, это вот этот путь, который у меня указан сейчас на экране с вами. Дотим, если меняется оплата труда, но на первом этапе, да, программа она фиксирует, но всегда помните, что нужно проверить все равно. Но со штатным расписанием. Вот зашли, пошли в штатное расписание, проверили, тот соответствует оклад или нет. Она проверит ваш этот элемент. Ну, единственный элемент, который в курсе я всегда говорю своим слушателям, то есть, здесь нет доп. соглашения. Нету доп. соглашения. Поэтому вам приходится где-то его создавать именно в компьютере. Или другой путь, который я всегда советую в группах, я вам его посоветую. Задание вашим администраторам. Они идут в конфигурацию, открывают эти документы и соединяют. Потому что доп. соглашения есть в базе, но он соединен только с одним документом в базовой программе. Только с совмещением. Все. А раз он в базе есть, они могут у вас соединить со всеми документами. И с приемом на работу, и кадровый перевод. То есть, и вы когда откроете в печатной форме, уже будет. Вот сейчас видите, у меня только приказ о переводе, и все. А появятся две строчки сразу. И вы сможете просто его здесь уже сделать. В самой программе. Поэтому в этом плане старайтесь. То есть, если что-то вы хотите автоматизировать, значит, вашим администраторам, то есть, задание. То есть, они вам просто его создадут, но через конфигуратор. Нужно просто открыть там конфигурацию, найти этот документ. То есть, ну, такие элементы связаны с кадровым переводом. Ну, вот еще есть нюансы как бы с увольнением. Я сразу просто покажу, раз они у меня здесь открыты, что вы просто увидели. То есть, именно, то есть, какие, то есть, если ваш человек увольняется, вы его, то есть, заполняете. Ну, в курсе у нас, конечно, зарплаты нет, она отсутствует. Поэтому программа мне здесь заполняет по ему голимому окладу, как мы его принимаем. Затем, где компенсацию, она автоматически вам будет начислять ее. Она будет смотреть, сколько он уже отработал. Она начисляет компенсацию автоматически. Здесь же оно попадает в дальнейшем, то есть, именно в зарплату. И в дополнение, то есть, вы пишете, что он написал ваше заявление, или какое основание у вас именно происходит именно в программе, то есть, именно в практике. Это вот этот элемент. Но со временем, как бы, уволенных-то у нас много, и вроде как они мешают вашей работе. Здесь тоже существует свой архив. Но нужно пойти в сотрудники. Кадры, сотрудники. Здесь архив документов находится. И вот в этом плане, то есть, вы можете его использовать. Где архив? Вот внизу. Скрывать сотрудников, которые не выполняются операции. Ну, там у меня Лихачев, то есть, уволенный. То есть, поэтому я могу вот его сейчас использовать. Но для этого нужно вот зайти мне в Лихачев, потому что он у нас увольняется. И вот здесь галочку еще внутри поставить. Не отображать в списках. Вовнутрь заходите. И внизу ставите не отображать в списках. И она, то есть, вам, видите, его исключает. Чтобы его восстановить, то есть, вы должны галочку снять, чтобы он у вас появился. Видите, у меня зачеркнутый сейчас появился. Если вам нужно, и он устраивается заново у вас на работу, значит, вы должны полностью его восстановить. Ну, допустим, проходит какой-то период времени, и вам нужно его, то есть, именно, то есть, устроить заново на работу. Если уволенный, то есть, у вас, то есть, он устраивается на работу, как подсказку вам скажу, нужно идти не в прием на работу. То есть, а вы должны попасть в кадры сотрудники сюда и создать его как нового сотрудника. Просто вы должны сказать вот здесь создать, набрать просто две первые буковки, вот сейчас я вам проэкспериментирую, L и Enter нажмете, она найдет вам его из списка. Вот он. И вы скажете, да, это тот, кто мне нужен. Она всю информацию, которая была в базе, вам просто заполнит. А потом идете вверх, оформить документ. Видите, у меня прием на работу есть, хотя у меня и был в списках. То есть, и вы скажете ей, да. И ставите уже прием на работу, когда он у вас, то есть, будет принят на работу. Ну, давайте 10 января, 19 год, тем более, что это уже у нас скоро, да. И принимаете его на работу. Устанавливаете там испытательный срок, допустим, да, 3 месяца. Он у вас работает в гараже, пускай будет. Подразделение, должность. И если вы не заносите в начале справочники, тогда этот же путь делаете. Можно отсюда это заполнять. Показать все просто, заходите и создаете просто именно ваш объект. Можно отсюда, можно через справочники пойти. Потом оплата труда, он, видите, на внизу, если авансы заполняете, это внизу. Если сами просто ведете, потому что последняя группа, как раз эти элементы присутствуют, что вы сами вроде как авансы заносите. И назначить договор, он, видите, я, то есть в следующем году его принимаю, видите, она мне номер один присвоила. И, соответственно, дату. Еще одна ошибка очень часто в базах бывает. Не забывайте, вот эта дата вверху должна быть или раньше, или они совпадают. Они не могут быть разными позже. Если вы здесь написали бы 30 января, а он принят 10, нельзя этого делать. База вам, она не будет вам проводить этот документ, не забывайте. И скажите, после этого провести и закрыть, он будет принят у вас на работу. Только не забывайте, через сотрудников, не через прием на работу. Через прием на работу, то есть он вам скажет, что, да, то есть вот то, что я сейчас вам показывала, как раз как нового сотрудника. Будь новый, да, он, видите, то есть у меня номер 4 появился. Я же вам специально для примера привела. Ну, просто здесь в базе заполненные сотрудники, поэтому они вроде как, вы скажете, есть четвертый уже, но они у меня, видите, то есть здесь префиксы, потому что все остальное это, то есть нам ведущий преподаватель заполняет, что вы сокращали просто время, то есть при заполнении. Поэтому в этом плане они совпадают. Вот это у нас то, что связано просто с документами. Еще один элемент, если кто-то не знает, кадры, сотрудники. Я вам советую, вот как у меня на экране, то есть, потому что в базе, в базовой этих элементов нет. Чтобы довести какие-то колонки, не забывайте, кнопочка еще, но в сотрудниках. Изменить форму, заходите и ставите галочки, которые вам нужны отсюда. Ну, допустим, вот сейчас я фонд поставлю, она, и появится колонка, он, видите, то есть фонд оплаты труда. Если нужно еще изменить форму, открыли, допустим, вам нужно, допустим, вид занятости, чуть-чуть поближе приема на работу. Сказали окей, она вам его перенесет, вам наглядно будет видно. Поэтому все можно через кнопочку еще. А потом, то есть, можно использовать именно вариант, если вам необходимы какие-то элементы. Еще один элемент, то есть, я вам покажу, то есть, вот, допустим, у вас есть контракт, то есть, именно, то есть, до 31 декабря у нашего Иванова. Ну, не оформлено, потому что у меня не наступило еще январь 2019 года, чтобы вы не пугались сразу в базе. А в начальной страничке можно всегда это использовать. То есть, если вам нужен кадровый стол, тогда не забывайте, здесь вот, как бы, то есть, есть кадры, работа с кадром. Если вам нужен рабочий стол кадровика, ну, значит, то есть, вот, открываете его и смотрите, что у вас есть, какие минусы, очень наглядно видно. Если занимаетесь зарплатом, то же самое и в зарплате есть. Зарплата, расчеты и выплаты. И если где-то минусовые элементы в базе, вам будет сразу их видно все. Поэтому не забывайте, раздел кадры, работа с кадрами это называется. То есть, кадры, вот, работа прям жирным шрифтом, то есть, находится. Если нужно вот продление, допустим, контракта, тогда нужно пойти через кадровые все документы. Кадры, все кадровые документы. Заходите. Ну, мы как раз вот последнюю группу не делали, то есть, со слушателями, мы как раз его и спробуем. Вот, создать, продление, контракт. Открываете. Сотрудник у вас Иванов. Допустим, вы ему продлеваете контракт. Ставить у него было до 31 декабря 2018 года. Значит, мы с вами примерно там в конце года, да, 25 декабря, составляем этот документ. Дата продления 1 января 2019 год. Но договор должен быть ваш первый, который, то есть, до этого вы его составили. Он у нас с вами там 4 ноля был один, и вы его сюда занесли. А вот от какого числа, когда вы продлеваете? В этом особенность продления контрактов. 2019 год. И смотрите, до какого срока он у вас продлевается. Ну, допустим, вот я, то есть, из расчета напишу, что у вас один год. Значит, до 31 декабря 2019 года мы его продлеваем. Да, и... Ну, документов, если вот провести, видите, документов здесь нет. То есть, печатная форма. Просто сам документ, он попадает, то есть, в базе. И он у вас, вон, видите, внизу продление контракта. Но продление, не забывайте, через ферк, все кадровые документы идут. Здесь все документы есть. Здесь же также есть и совмещение. Ну, совмещение мы делали в базе, поэтому давайте я его сейчас найду, вам открою, покажу. С чем это связано просто, совмещение. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, совмещение вы можете использовать, и когда, то есть, допустим, ваш сотрудник заболел. Вот ставите точку, допустим, заболел длительно, да, период. И выбираете вашего сотрудника, который, то есть, заменяет его на время болезни. Если это все-таки должностей, как вот у нас в группе, тогда, то есть, соответственно, совмещение должностей. Но здесь есть разные варианты. Может быть, процент отхода Собакевича, и указываете, какой процент, будет форма вот такой сделана. Если, то есть, от начальника, ну, то есть, разница в окладах, она вам посчитает, то есть, разница у него была 20 тысяч, то есть, доплатой, то есть, 10 тысяч, вот у него получилось 20 процентов от 50, она, видите, посчитала. Может быть, разница в фото в разнице, она вот так разделит на две колонки. В зависимости, что вы используете, то есть, практики. Поэтому по-разному, видите, она сразу 20, 30, 50, так всего получилось. Просто разница вот именно доплат, именно в ихних окладах. Зависит просто от ситуации, что вы применяете. Этот же документ, когда заменяет какого-то сотрудника, там, на время отпуска, на времени болезни, то есть, вы это не забываете, называется совмещение должностей. И вот как раз печатная форма, видите, здесь доп. соглашение есть. Он связан только с этим документом в базовой программе. Ну, а выглядит он таким вот образом, если он вас устраивает, я считаю, что доп. соглашение можно связать со всеми документами. И вам не надо где-то в компьютере их просто создавать. Поэтому вот такие элементы совмещения, то есть, они все-таки у вас здесь просто присутствуют. С точки зрения, опять же, вот выходных дней, я открою документ, тоже там нюансы есть. Здесь всегда помните, что зависит, то есть, ваш элемент вот от этой кнопочки добавить, добавить. Я вот сейчас добавлю, вам покажу. Допустим, он работал 21, чтобы она внизу у вас появилась. Только после этого вот здесь появится. Если как бы там строчки нет, то сюда она не появится у вас, отсюда. Другой вариант, то есть, если вы берете повышенную оплату, заранее не знаете, допустим, потому что сотрудник, он все равно может позже написать. Еще конец месяца не наступил. И то, что вы мне часто говорите, что, то есть, он пусть сразу думает. То есть, ну, извините, бывают разные ситуации. Он захотел отгул взять, а не повышенную оплату. А конец месяца, то, что бухгалтера вам могут сказать, что все уже поздно, да не поздно до конца месяца еще поменять это. И, естественно, вы меняете тогда на отгул, это здесь меняется. Но могу сразу, я по группам просто видела, то есть, конкретно, что многие этого не знают. Так вот, повышенная оплата в деньгах, в денежном обороте всегда больше, чем отгулы. Отгулы за часы, а повышенная оплата в двойном размере. Поэтому в этом плане среди нас есть такие сотрудники, которые не знают. Значит, я вам говорю об этом. Ну, может быть, это с точки зрения бухгалтерии, как вот здесь у меня двое. Они, вот видите, Серегина, Малахова, бухгалтера, они взяли в повышенное оплате. А наш водитель в отгуле. Так вот хитро было составлено просто в задании, что вы просто это увидели. То есть, ну, поэтому не забывайте. Опять же, если вы здесь вот отгул не выберете, вы документ на отгул потом не оформите. Ошибка только здесь. Значит, нужно вернуться именно сюда. Здесь же вот есть вот еще один элемент по дням или по часам. Но обычно, допустим, выходные и праздничные, мы же определенное количество сотрудников у нас работают, да, или сверхурочное. Поэтому лучше считается по часам. Если все-таки он весь день работает, как у него по графику, ну, тогда по дням, то есть выбираете. Потому что это зависит, и после этого просто попадает сразу документ в отгул, вот как вот у нас с вами здесь. И она сразу вам определит, что у вас в часах раз в два дня, он 12 часов, у него шестидневка была. И он сразу здесь появится у вас документ, он здесь будет у вас. Ну, и напоследок давайте я вам как пример, то есть покажу, то есть как строятся произвольные отчеты, чтобы вы их умели все-таки на первом этапе строить. Вот кадры, кадровые отчеты, все отчеты у вас здесь находятся. Не забывайте программы, то есть это, конечно, очень большой труд, потому что в курсе в основном или я как преподаватель придумываю данные, или мои сотрудники, то есть мои слушатели мне помогают именно с информацией, а в практике у вас они все открыты. И информацию нужно занести очень громадно. А вот как только она занесена, вот тогда он имеет превосходство, отчеты. И тогда вы идете, захлакуете кадры, отчеты, и здесь вот, допустим, у нас с вами есть, ну, давайте вот найдем, у нас есть здесь личные данные, то есть сотрудников. Сейчас мы найдем вот. Личные данные сотрудников. Сейчас она откроет нам отчеты. Я пыталась здесь его пощелкать, чтобы он быстрее работал у нас. И она открывает вам отчет вот 18-го. Вот личные данные, особенно я бы хотела, чтобы вы помнили, что это вот, если вам нужны юбиляры, это вот личные данные сотрудников. Видите, она мне сразу поставила 20 юбиляров у меня, и это Лихачев. Видите, в личных данных находятся. Есть отдельный документ штатные сотрудники. Вот здесь с правой стороны у меня. Я построю тоже на 1 января. Ну, и как раз покажу элемент, то есть, как у нас с вами здесь может построиться. Ну, во-первых, он, видите, то есть у нас с вами здесь есть вот и стажей, дата рождения. То есть вот красным она выделяет, у кого очень близко, дата рождения. Да, ну, потому что я, видите, 1 января поставила вверху. Она мне выделила 5 февраля, что у сотрудника, у Иванова будет день рождения. Поэтому красным не пугайтесь, это просто зависит от вашей верхней даты. Если очень близко, да, в течение месяца-двуха есть у кого-то день рождения, она будет вам показывать красным шрифтом, очень удобно. Ну, допустим, вот вариант, то есть здесь вот очень хорошо, здесь нету возраста. Но возраст, вот, допустим, лучше всего строить штатных сотрудников. Я не вижу, чтобы он здесь был, и я вам покажу на нем. Идете просто на стройки, на стройки, это любой произвольно так строится. Внизу вид расширенный называется. Первый этап, то, что вы должны сделать закладочка поля и сортировки. С нее надо начать. И посмотреть, а есть ли у меня, то есть списки, то есть, допустим, возраст, как вот я бы хотела. Нету, видите, нету возраста. Значит, говорите «добавить», кнопочку открываете, открываете личные данные и выбираете тот элемент, который вам нужен. Только не забывайте, первое – поля и сортировка. Потом говорите «закрыть» и «сформировать», чтобы программа вам его сформировала. Ну, сейчас она подумает, сформирует нам эту колонку. И она сформирует ее, он, видите, в конце возраста. Если вам нужно, ну, допустим, возьму, то есть, тот вариант, что вот вам нужен список сотрудников до 50 лет. Вот, видите, там 50 есть как раз, да, на экране. Идете повторно настройки. Поля и сортировки вы уже прошли. Идете в «отборы». Смотрите, есть ли в списке ваш элемент. Видите, тоже нету возраста. Значит, добавить отбор. Нажимаете. Находите, то есть, также вам нужно найти, то есть, именно личные данные. Открываете плюсик. То есть, именно. И находите возраст. И она запишет вам строчку сюда. Вот она. Если нужно равно, вот где условие, видите, колонка условия равно. Там есть разные ситуации. Видите, не равно, меньше или равно. Если вам не надо равно, можете выбрать меньше или равно. Ну, я оставлю равно. То есть, сейчас. И вот где нолик, она в виде таблички сейчас открывает. Вы ставите тот возраст, который вам нужен найти, список построить. И скажете «Окей». Она сюда, видите, 50 поставила мне. И закрыть, и сформировать. И она отберет моих сотрудников, у кого 50 лет сейчас. Сейчас она подумает, видите. И она мне их отобрала. И он у вас готовый. Принтер весь. Сохранить, где есть, если необходимо. Если кому-то отправить, отправить. То есть, допустим, сейчас кому-то нужно. Тогда, то есть, указывайте электронную почту. Вот видите, вариант. То есть, здесь все элементы здесь есть. Но, когда вы выходите из этого документа, я вам просто советую, вы не сохраняете эту копию. Лучше сохраните себе в компьютер. Или программа, она будет вам по диагонали составлять любой ваш отчет и загромождать вашу базу. Я вам не советую. Лучше в компьютере сохраните, если несколько раз используется. Другой вот вариант, тем более, что вы скоро будете, то есть, сделать, то есть, новогодние подарки для своих ребятишек. Я, то есть, ну, буду надеяться, что мы все делаем. Это ваш документ состава семей сотрудников. Вон вверху. Его вначале надо построить. Ну, я вот уберу, просто я им показываю, просто на курсе. И скажете, сформировать. И она его построит. Так, не хочет строить. Галочка лишняя. Вначале строите. А потом смотрите, то есть, вам нужно, то есть, именно возраст на детей. До 14 лет. Здесь проще сделали, чем 2,5. И скажете, сформировать, она отберет ваших сотрудников, у которых ребятишки есть до 14 лет. Тем более, что это вот вам очень быстро, то есть, нужно будет в декабре, может быть, вы уже собираете эти списки. И распечатали. На новогодние подарки. Список сотрудников. Бухгалтерат, то есть, часто с вас требуют этот документ. Но это документ состав семьи, вы его больше нигде не построите. Не забывайте. Если нужно, допустим, произвольный отчет по стажам, тогда находите стажи сотрудников. Поэтому они здесь есть. Очень удобно здесь вот использовать отсутствие сотрудников в отчетах. То есть, установили весь период, сразу сказали сформировать, если необходимо. То есть, если нужны какие-то настройки, не забывайте. Через вид расширены, отсюда это используется. В простом вы не построите. И она вот все нюансы в вашей программе, то есть, сколько, то есть, ваши сотрудники отсутствовали, она вам покажет просто отчет. Поэтому вы их просто применяете для себя. И старайтесь использовать все, они должны быть у вас все. Помните, у вас несколько отчетов. Один список договорников. В кадровом учете договорники, он, видите, там, смотри, так же. А второй уникальный в расчете зарплаты. Вот зарплата, отчеты по зарплате, так же зайти можно. Смотри, так же, и здесь договоры ГПК. И вы его просто формируете. Потому что, как бы, этот отчет, он тоже для работы вам просто нужен. Ну, вот такая вот наша программа. То есть, два разных. В кадровом учете отчетов, то есть, там только список договорников. Вот давайте я вам на экране сейчас покажу. Вот кадровый отчет, если вы будете строить, и доступ только у нас здесь, допустим, договорники. Я скажу, сформировать, здесь будет просто список. Здесь, видите, только адреса, документы, паспортные данные. А ни суммы, ни сроков нет. А тот документ, вы в произвольных, вы его не построите, не тратьте время. Здесь он не построится, я могу точно вам сказать. И поэтому лучше всего их объединить. И, допустим, тот договор ГПХ пускает, то есть, опять же, программист, но хотя бы в кадры отправит вам. И у вас будут идти и другие отчеты в отчетах. Потому что он и тот, и другой нужен. Потому что в практике-то у вас только главное. На кадры, ну, большинство мне говорят, даже настроек нету. Я говорю, катастрофа, потому что вы тогда у меня не сделаете графики. Поэтому настройка должна быть точно у вас в вашем доступе быть. Поэтому вы или бухгалтера у меня будут сами все заводить. Сразу сможете им сказать. Потому что если у вас доступ, вот как мне часто говорят, кадры главные, все, вы не построите ни подразделений, ни графики, то есть, ни должности, то есть, вы туда не попадете, у вас доступа туда не будет. Потому что они находятся в настройках. Тогда их нужно просто вот этот именно пункт все перенести или хотя бы в главное, чтобы они здесь у вас присутствуют. Ну, хотя, вон, я вижу, они у вас здесь есть. Поэтому, в крайнем случае, через главное можете действовать. Еще один последний элемент вам просто покажу. Если это как видов отпусков у вас несколько, прежде чем строить любой документ, не забывайте. Вы должны справочник отпуска попасть. Настройка, виды отпусков. Вы должны его зарегистрировать, если у вас есть дополнительный отпуск первоначально. А потом уже будете, то есть, делать это в графике и дополнительные отпуска предоставлять вашим сотрудникам. И его просто заполняете. Он имеет разные варианты. Есть название, вы сами придумаете то, что у вас называется. Может быть, ежегодным. Вот, может быть, всем сотрудникам вариант предоставляется. В календарных или рабочих, то есть, именно днях. Может быть, это будет постоянно. Тогда здесь у каждого, то есть, указываете дни, она во всех документах автоматически будет заполнять. Но лучше всего все равно от рабочего места. Потому что у каждого сотрудника свой дополнительный отпуск. И поэтому лучше использовать этот вариант. Есть от стажа, значит, вот здесь от стажа. И идете настроить. Мы это не делаем, конечно. Но, тем не менее, вот вариант, то есть, есть и в программе. Вы можете это использовать для себя. Ну, вот такая наша программа. То есть, только не забывайте. То есть, используете семинары, во-первых. То есть, на следующий год еще в планах нету. Но прослеживайте. Ну, вам пришлют ссылки. Но прослеживайте обычно. Потому что я делаю для вас всегда два семинара. В начале года и в конце года. Как вот сегодня у нас с вами. Поэтому, если вам все-таки дает это пользу, тогда я вас приглашаю всегда на эти семинары. Они, тем более, для вас все. Для всех просто бесплатные. А в том плане, то есть, как группы. То есть, лучше всего использовать в группе, чтобы попробовать заполнять. Потому что здесь, видите, только происходит просто на экране. А когда вы сами заполняете, вы иногда допускаете у меня ошибки. Допускаете, да, ошибки. И я вам хотя бы помогаю, то есть, как их просто исправить. Потому что, если вот экран взять, или вот как я езжу иногда на выездные занятия, и вдруг слушатели без компьютера, я им сразу говорю, у меня на экране всегда идеал. И у меня всегда будет все получаться. А вот когда вы сами заносите в компьютере, что-то не получается, где-то какой-то минус получается, какая-то ошибка. И вы не знаете с этим просто, что делать. А так можете использовать всегда варианты, писать, если нужно, какие-то элементы мне как вопрос. Я вам всегда с удовольствием отвечу. То есть, где-то быстро получается, где-то нет. Но все-таки 8 декабря, ну, там большая группа, сразу говорю, кто идет. 8 декабря это суббота, то есть, именно приглашаю, то есть, второй поток, то есть, 23 декабря. А так на следующий год можете на сайте смотреть, то есть, где наш с вами, то есть, именно курс. Но курс, не забывайте, он перешел в большей степени в открытое обучение. Это вот в розово шрифтом он так выделен. Но вы его не бойтесь, я могу вам точно сказать. Программа обязательно вас слушалась. Всегда. Чтобы не допускала вам ошибки. И в основном, я приглашаю вас всегда на курсы, то есть, всегда помните, что программа, она действует таким образом. До штатного расписания она у вас проверяет подразделения, должности, ваши графики. Как только вы составили штатное расписание, она с вами согласилась. Вы идете в прием на работу. Она проверку делает штатного расписания. А все остальные документы, кадровые переводы, совмещение перед увольнением, она уже проверяет ваши просто приемы на работу. Вот это ее последовательность, ее проверки. И если где-то вы видите, что у вас какие-то ошибки, проверьте тот документ, которым вы находитесь вначале, а потом идите в предыдущий документ, откуда информация у вас поступила. И она вас будет слушаться. Я могу вам точно сказать, почему, потому что это на первом этапе, кажется, сложно. Потом уже намного проще становится. Так, ну всем до свидания.